Всех приветствую на своем ютуб канале и сегодня у нас с вами ролик про борьбу с одним из самых опасных родителей тлями. Сейчас в первой половине лета эта гадость очень активно атакует молодые побеги практически всех садово-огородных растений, что фактически лишает нас урожая. У меня тлины в сегодняшний момент атакуют все виды смородины и ёшту. Существует три подхода борьбы с тлями. Первый химический. Это все средства, где действующим веществом выступают неоникотиноиды. Очень действенный метод и если у вас сад кишит тлей, рекомендую использовать этот способ. Второй это бактериологический. Заселяете бактерии и они убивают тлей, не внося химию в наши сады. Я этот способ могу рекомендовать только в том случае, если вы можете с наступлением тепла каждую неделю заселять эти бактерии на ваши растения. Если вы такой возможности не имеете, то этот способ для вас бесполезен. И третий. Это народный. В этой группе много всяких вариантов. Не буду все перечислять. Расскажу о самом действенном. Берем любого хозяйственного мыла. Замачиваем его в воде. Ждем пару дней, когда оно растворится. Тщательно перемешиваем. Добавляем 50 грамм любого растительного масла. Опять перемешиваем. Заливаем в опрескиватель. Доводим до 10 литров. И тщательно опрескиваем. Очень важно при этом способе попасть непосредственно на тлю. Кроме тлей, этот способ убивает трипсов и даже паутинного клеща. Тоже очень распространенного вредителя на наших дачных участках. Обрабатывать этим составом можно абсолютно все на вашей даче. Способ реально работает. Обработал вчера. Сегодня посмотрел. Все кусты чистые. Тли погибли. Муравьи по кустам не бегают. Всем спасибо за просмотр. С вас лайк и колокольчик. А также подписка, если по какой-то причине вы еще не подписаны на мой канал. Новые видео каждую пятницу в 20.00. Всем пока и удачи. Продолжение следует...